На-на-на Виктор Петрович Таткевич, учитель физической культуры в санаторной школе-интернат. Да, я получал три года стипендию американского. Здесь спят мальчики четвертой группы. Здесь недавно был ремонт. Поклеены новые обои. Они стараются их очень беречь. Нам нравится, как ты выглядишь в этой нелепой шапочке. Меня зовут Вова. Это моя группа. Здесь мы проводим свободное время. Отмечаем дни рождения. Любим мастерить подделки. Вот, посмотрите. Сделано своими руками. Любим рисовать. Добро пожаловать в Бобровский детский дом-интернат. Добро пожаловать в Бобровский детский дом-интернат. Ежегодно у нас достаточно большие средства осваиваются. Но дело в том, что мы находимся в удалении от всех городов практически автономно. У нас полностью своя инфраструктура. И котельная, и водонапорная башня, и очистные сооружения. Мы вынуждены значительные средства на содержание и поддержание в работоспособном состоянии нашего имущества затрачиваете. И, к сожалению, именно на благоустройство быта детей не так много денег остается. И мы в этой связи всегда благодарны нашим благотворителям, в частности, Общество помощи русским детям, которые в этом году поставили большое количество мягкой мебели. Мы практически все помещения наши оснастили мягкой мебелью. Дети очень уютно чувствуют в этом интерьере. Им комфортно жить и развиваться. То есть мягкая мебель, она все-таки важна для таких ребятий? Конечно, конечно. А почему, как вы считаете? Она, во-первых, нетравматична. Дети у нас подвижные, и в силу своих ограниченных возможностей очень многие плохо передвигаются. Ну и такая ситуация. Спотнется ребенок, он затронет эту мягкую мебель, либо жесткий какой-то деревянный стол или стул. Поэтому тут мы спокойно за здоровье детей, и практически нет травматизма в этом плане у нас. Что вам еще, может быть? Ну, в принципе, благодарны любой помощи. В данный момент у нас ситуация сложилась трудная с водоснабжением. Дело в том, что у нас своя водонапорная башня, но водоподготовки воды нет. В результате течет, вода и поступает и для приготовления пищи, и для стирки. Очень загрязненная. Загрязненная в том плане, что повышенное содержание железа, марганца. Вода желтая. Ну и, соответственно, пища не того качества, которое мы хотели бы. Ну и много времени и силы затрачивает на подготовку воды для приема. В конечном итоге это здоровье ребенка. Но эта установка нам, к сожалению, не по карману. Она довольно дорогостоящая. Это порядка 1200 рублей. Ну, в силу того, что я сказал, мы очень большие средства, которые нам выделяют, тратим на поддержание и содержание нашего комплекса сооружений. Поэтому нам не хватает денег катастрофически. Неверская воспитательная колония. Сачок, еще раз из-за тебя. Ну, так чего? Все говорят, а где ты сачкуешь? Три, четыре. Неверская воспитательная колония. Молодцы, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Удается профессиональное обучение нашей воспитательной колонии. Было у нас 8 профессий, осталось 7. Немножко с монтажных, санитарно-технических систем оборудования мы сократили малую численность наших воспитанников и отсутствие мастера, так скажем. Где даже не указывается, что это получено в местах лишения свободы. Просто ребята как ребята, я даже не говорю, что они находятся в зоне, а просто вот вы пришли в училище и не думайте обо всем остальном. Думайте только о том, что учите здесь и все. Многие пришли даже письма, прислали за 2 года, что спасибо большое, что чему-то научили. Хоть я буду опять же в зоне, но опять же чему-то научили, что я теперь могу заработать себе на хлеб. Это уже приятно. Но это оборудование очень хорошее, удобно, двое тисков. Спасибо той организации, помощь детям, русским детям за это оборудование. Оно немного не хватает, еще бы не мешало бы. Но спасибо большое, все хорошо, это большое поспорье в работе. Как зовут? Малера. Откуда? Карельня. Беломорский район. А за что сюда попал? Угон, кража. А почему? Зачем это не надо? Не знаю. Две профессии я сейчас закончу. Пару, месяца 4 осталось. И второй буду штукатурмаляр. А почему штукатурмаляр? Ну, оно строитель, оно как бы сейчас вообще, строительство, оно и здесь сейчас. Родственники приезжают? Не, и домовский. Как зовут тебя? Валера. Валер, за что? Сажу? Да. По 161 части первая. Ну, попытка у ребенка отобразиться на телефон. Как вообще получилось, что ты решился на такое дело? Из-за чего? Да нет, тогда просто не в том состоянии был, что по чем-то думать. Тогда с компьютерного клуба вышел, мы там отдыхали. Это просто в голову залетело. Не обдумал. В будущем? Я надеюсь, не намереваешься же повторить? Нет. Что тебя будет удерживать? Ну, дом, мать, братишка маленький. Да и так на работу пойду учиться надо. Да учиться быстро, да и все. Там уже работать буду. А на кого хочешь учиться? На стойлер. В обязательном порядке 100% проходит обучение в общеобразовательной вечерней школе и получение в профессиональном училище, получение профессии по семи специальностям. Хочется отметить всех тех, которые участвуют в судьбе данных воспитанников, потому что дети довольно сложные. Порой они на свободе этого не видели. И в местах лишения свободы им предоставляется возможность немножко встать на путь исправления. И данная помощь, она в этом только способствует. Субтитры создавал DimaTorzok